Друзья мои, сегодня, кроме того, что мы говорим о ненужных покупках, вообще сегодня четверг, день кинопремьер, и вот далее мы поговорим о том, куда как раз стоит с толком потратить свои деньги, на какие фильмы сходить, потому что многие фильмы выходят прямо сейчас в прокат, и в этом нам поможет Василий Мацвеевич, директор по кинопрокату. Доброе утро. Доброе утро. Ну и начнем, наверное, вот с одного из самых ожидаемых, да, таких фильмов. Да, это действительно большая премьера в плане вот именно, ну, среди отечественных премьер, отечественного кинематографа, фильм называется «Чернобыль», продюсер фильма Александр Роднянский, достаточно известный по таким фильмам, как «Дуэлиант», «Облачный атлас», то есть он и российские фильмы продюсировал, и голливудские. И плюс это второй режиссерский проект Данилы Козловского. Он же здесь выступает исполнителем главной роли, он же здесь режиссер. До этого он снимал фильм «Тренер». Естественно, как только стали говорить о том, что наши будут снимать фильм про Чернобыль, так совпало, что как раз прямо в этот же месяц выходил сериал на HBO, одноименный тоже Чернобыль, начали проводить разные параллели, мол, вот будут пытаться... Ответ такой, да. Да, как будто будут пытаться соревноваться. И в этом плане, на самом деле, кино получилось полностью самобытным. Не перекликаются они. Абсолютно никак не перекликаются. То есть если вы видели сериал, это классно, кино, как бы оно будет другим. Если вдруг что-то не видели, ничего страшного, то есть можно и то, и то смотреть. В данном случае наш фильм, ну вот российский, он, как бы странно это ни звучало, получился по таким голливудским лекалам настоящего блокбастера. То есть, да, абсолютно реальные события, ну, крупнейшая техногенная катастрофа прошлого века. И на фоне вот этих вот трагических событий рассказываются личные истории. То есть Данила Козловский играет пожарного, который, собственно, вот вызывается добровольцем. Кстати, ну, опять же, это действительно реальная история, как три водолаза спускались для того, чтобы открыть шлюзы, чтобы спустить воду из хранилища. Но в данном случае, как бы, сами по себе эти персонажи, они скорее собирательны. Там пожарный, инженер и так далее. И тут, скажем так, некоторыми художественными домыслами историю просто сделали максимально зрелищной, цепляющей, переживающей, потому что есть и история любви. Он, кстати, будет пытаться укаживать за персонажей Оксаны Акиньшиной. Вот, в общем, кино такое, можно сказать, драйвовое, в какой-то момент заставляющее пустить слезу, ну и постоянные переживания за тем, что происходит на экране. Это действительно вот такой вот зрелищ. Ну, насколько я знаю, Роднянский задумал этот фильм еще до того, как HBO выпустил сериал. То есть это реально, это не какой-то калька, там, не повтор, не наш вызов. То есть бывает просто вот совпадение. Ну, да, конечно, совпало. Плюс все-таки, как бы, именно в этом году будет юбилей, точнее, вот, ну, на самом деле, вот, буквально 26 апреля будет 35 лет с момента катастрофы. Да, поэтому, как бы, ну, вот совпало, что просто действительно вот к срокам подходило, что, да, вышло несколько продуктов. Ну, давайте дальше, следующий. Да, давайте, давайте пойдем уже там чуть побыстрее. Следующая премьера, криминальный триллер, который называется «Гениальное ограбление». На фоне успеха испанского сериала «Бумажный дом», опять же, выходит вот именно испанский теперь такой фильм, который будет посвящен ограблению банка. Суть в том, что собирается такая команда грабителей, как это, на самом деле, там, вот, иллюзии обманов таких фильмов. Команда мечты. Команда мечты, 11 друзей Оушена, вот, и, значит, все это происходит в 2010 году, во время чемпионата мира по футболу, который происходит в Мадриде, грабители решают ограбить банк Испании, вынести практически все хранилище почистую. Кино, опять же, такое, как бы, ну, заставляющее немножечко, как бы, с одной стороны, мы понимаем, что главные герои обманывают своих антагонистов, с другой стороны, немного обманывают и зрителя, потому что, вот, не всегда все сразу происходит на экране, и будут вот эти вот подвохи определенные. То есть, опять же, зрелищное, хорошее кино. Самое главное, что все события происходят в течение 90 минут, то есть, пока идет футбольный матч. Интересно. А вот фишка в чем. Да. Просто смотрели много мы таких вот именно фильмов про ограбление, но вот что-то новое придумали. Да, да. Ну, вот хотелось бы, да, посмотреть, это прямо будет, мне кажется, так, драйвово, вот, интересно. Фильм не претендует на звание, там, какого-то уникального в плане поворота сюжетов, то есть, это хороший фильм в плане, вот, ограблений, они всегда имеют свою аудиторию, то есть, это вот такие вот гениальные преступники, это вот всегда... Которые вызывают симпатию. Да, которые вызывают симпатию. Без мультиков никуда, вот, юным зрителям тоже надо что-то смотреть. Да, мультфильм «Отвинта-2». Это наш российский мультфильм, который рассказывает историю самолетика Су-27. То есть, в этом плане, на самом деле, фильм немножечко сделан по кальке диснеевских тачек и самолетов, но это уже вторая часть. То есть, в первой части, вот этот вот самолетик Су-27 по имени «Витязь», он участвовал в авиашоу, а во второй части, значит, он уже, ну, прошло пять лет после событий первого фильма, новые технологии наступают, скажем так, на пятки классическим технологиям, то есть, приходит электротранспорт, появляются электрические самолеты, он как топливный самолет уходит как бы на пенсию, но прилетают инопланетяне, уничтожают все электричество на планете, и, собственно, главный герой, по сути, становится единственным, кто может спасти всех жителей. Ну да, красивая вообще картинка и интересная история. Думаю, дети будут в восторге, ну и напоследок вот прямо что-то очень интересное. Да, «Вишенка на торте». К 20-летию выхода первого фильма трилогии «Властелин колец» 20 лет прошло, да. Да, мы же все смотрели даже в кинотеатрах этот фильм. Вот, да, прошло 20 лет, и, собственно, компания Warner Brothers перезапускает в широкий прокат на большие экраны отреставрированные, восстановленные копии «Властелин колец» уже для того, чтобы показать на большом экране. И именно сегодня в формате одной недели в прокате выходит фильм «Властелин колец» «Братство кольца». Я думаю, про сюжет тут уже абсолютно бессмысленно рассказывать. Ну да, кто не видел, дети узнают. Да, вот если видели, идите посмотреть действительно отреставрированную копию на большом экране. Если не видели, есть уникальный шанс для того, чтобы увидеть настоящую легенду, то есть по факту это такой прародитель дорогущих блокбастеров, вот именно таких фэнтези в формате. И почувствовать себя заодно, собственно, старым, потому что 20 лет прошло, конечно. Ну и в следующий раз, когда буду приходить, я расскажу, когда будут выходить остальные части. Потому что всю трилогию мы увидим на большом экране. Это надо обязательно посмотреть, я вот считаю. Спасибо огромное. Василий Мациевич, да, директор по кинопрокату кинотеатра «Эпицентр». Друзья мои, есть куда сходить, чтобы посмотреть действительно хорошая подборка. Спасибо.